Царю небесный, утешителю души истинной, И же везде свица исполняет сокровищем боги, И жизни подателю прежде селись ко мне. И очистен я всякие скверны, и спаси блажа души наша. Господь и Бог наш, благослови эти занятия, Не дай уклониться ни на право, ни на тело от истинного, Понимая божественных слов, поэты, изговоренного священному Евангелие. Прибудь с нами и в сей вечер благодатный, Подала тебе честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Второе послание Петра, 2 глава, 1-2 стихи. Были и лжепророки в народе, Как и у вас будут лжевучители, которые введут пагубные ереси, И, отвергаясь искупившего их Господа, Навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату, И через них путь истины будет в поношении. Толкование. Под лжеучителями апостол разумеет единомышленников Николая и Керинфа, А именем пророчества, общепредаваемого и пророкам, и лжеучителям, Предостерегает верующих, чтобы не внимали лже-пророкам. Какое же различие между теми и другими? Этому научил Павел, когда сказал, Что никто не называет Иисуса Господом, Как только Духом Святым. Читаем в 1-м послании к Коринфянам, 12 главе, 3 стих. Затем начинает обличать ересь Николаитов, Говоря, что они вдвойне худы, Ибо в учении они крайне нечестивы, Так как хулят владыку Христа. В жизни они весьма порочны, Что и теперь он выражает, упоминая об их разврате. А немного ниже объяснит еще более. Слово из любостяжания показывает, Что они приобретают постыдным образом. Ибо любостяжание означает иногда несправедливость, А иногда вообще гнусность приобретения. Почему прилично употреблено слово «уловлять»? Чтобы показать, что они совершенно чужды Божественного учения. Говорит, что они употребляют листивые слова. Но, говорит, что они получат должное за свое честье именно смерть. Пожалуйста, вопросы, комментарии. Гнадий Тихонович, может быть, что-то скажет. Что сказать-то? Вот если так беспристрастно быть, А любовь слышит, она беспристрастна, Так ведь это все против нас и говорится. Нам кого, говорит-то? На себя оборотись, говорит, кумушка. Вот, говорит, стребролюбие тут поминают. Одно качество возьми. Только где оно более стребролюбие, чем в православии сегодня? Тогда говорили об одном непризнании Христа Господом. А сегодня-то ведь под это... Любую ересь возьмя они признают Господом. И Адвентисты седьмого дня, и остальные еретики. Что так разобьется, столь многогранная будет ересь, Павел-то и не знал даже этого. Сегодня в это нужно вносить сегодняшние коррективы. Определенно. Непризнание вселенских соборов. Вот это ересь. И поэтому дальше идет уже сплошняком. Непризнание от апостольских времен рукоположения. Мы церковь. Видите, он про это Павел даже не говорит. Тогда это даже так было понятно для всех. Если нет связи с апостольскими временами, то они никто. Так живы-то были еще апостолы. Поэтому сегодня нужно с большой, с большой такой, уже натяжкой соглашаться с тем, что сейчас прочитали, и сказать, это все. Определители сегодня совершенно другие. То есть эти же самые, но добавочные еще многое-много. Вот сегодня сейчас на объединение. Какое объединение может быть, когда еретики принимают оттуда, их не крестят, они не крещеные. Тогда все были крещены в полное троекратное погружение. А сегодня в патриархии-то нет крещения. Фактически-то и патриарх не крещен, и мы даже не понимаем, на какой стадии развала все стоит. Прочитав это, мы должны сказать, как далеко мы заползли. Отошел. Вячеслав, третий-девятый. Меня слышно? Слышно. Хорошо. И из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет. Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания, и если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых, и если города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам, а праведного лота, умолённого обращением между людьми неистово развратными, избавил, ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные, то, конечно, знает Господь, как избавлять нечестивых от искушений. Избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. Толкование. Слово «давно готов» означает предведение Божие, ибо Бог по предведению как добром приготовил блага, так и злым свойственное им место, ибо суд давно готов. Не без причины начинает апостол с верующих, более почтенных, но желает показать, что они за свои грехи повинны большему осуждению. Они имеют то преимущество, что первые призваны к апостольству. Посему и за совращение с правого пути подвергнутся большему осуждению. С намерением, представив доказательства в примерах, не вывел следствие одного вида, но соединил вместе пример и воздаяние праведникам. И ему нужно было бы сделать заключение о том, что выше предложено, то есть о грешниках, из-за которых и представлен пример, и сказать, если тех не пощадил, то уже ли пощадит настоящих нечестивцев? Или утвердительно, тем более не пощадит этих? Бог умеет неизбежно наказывать без пощады живущих во грехах, как наказал ангелов согрешивших, людей предпотопных, города Содомские. Умеет награждать и делающих правду, как наградил Ноя, Лота. Ной не увлекся нечестием людей предпотопных, и Лот немало не подражал разврату жителей Содомских. А когда они требовали за нечистоту ангелов, принятых им в виде людей, как странников, он не выдал их, хотя и вытерпел весьма много обидного от наступавшей на него толпы. Вопросы есть? Идем дальше. Десятый стих. Валерий, читайте. Валерий, с нами. Алексей, читайте. Алексей, который... А наибаче тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальство, дерзкие, своевольные, и не страшатся злословить высших. Тогда как и ангелы... Один стих. Толкование прочтем. Он говорит о проклятых Николаитах, Наосянах и Керданиянах, ибо злоба их многоимённа и рассматривается слитно, как сходная по скверным делам и именам. Они представляли начатками бытия мира с большой буквы бездну и с большой буквы молчания. И некоторые из этих начатков странно называли матерями и веками. Отсюда же и Маркион взял дурные семена. Затем, отвергнув участие Господа в творении мира и промышлении, они бесстрашно вдались во всякую плотскую нечистоту. Кто желает полнее узнать об этом, тот пусть возьмёт в руки книгу Иринея Кельтского, составленную о них и надписанную «против лжеименного знания». В ней описаны грехи их, особенно развратнейшего Марка и растленных им женщин и прочие гнусности, совершённые прочими, которых по их зловредности никто не сможет изложить письменно, не вспоминуть. Неудивительно, что те, которые презирают и не боятся господства, бесстрашно поведут себя и пред всякой славой. И с ней скажет об этом и святой апостол Иуда Фаддей, когда упомянет и о теле Моисеева. Вопросы? Угнать, Тихон, желаете добавить что-то? Понимаешь, смысл имеет всё изучение Писания тогда, когда мы в нём находим себя. Слово Божие живо и действенно. Чтобы оно коснулось меня. Ну, любой, который сегодня считает, разве не понимает, о чём здесь речь идёт? Содом и Гоморра, то есть содомиты, мужеложники-то. Ну и считай, что Андрей Кураев-то везде опубликовал, и как они избавились от них. С одного места на другое переводят. Гомоксюрксуалистов венчают. Это неофициально, а на Западе-то там официально всё это. И христиане, и с ними лопзаются. Явное дело, что этой скверной надо так щураться, что даже не прикасаться, его одежда сквернена плотью. А решительно-то эти не восстают на это. Ну, с одним только махом бы патриарх, отрубил это, и всё, говорят, и сдохла собака. Нет. Поэтому нам рта раскрывать ни на кого не надо даже. Мы сами виноваты. Что ни возьми, если мы считаем, что в этой системе находимся. Если у нас вот нет потеряемки, ни одного курящего, мы легко восстаём, везде пишем, не курить. На территории не курить. А если бы все курили, ну, а как ты будешь говорить? Ян Затауз говорит, ты говоришь о посте священников. Говоришь о посте. Ну, говоришь-то хорошо, но тебя пьяного ведут с вечеринки. Ты говоришь о трезвенности, а губы красные от вина. Он прямо с капитра это говорит. Я говорю о том, чтобы жизнь посвятить для Бога. А вы идёте куда? На ресталище. Там пыль. Там солнце палит вас, и вы оттуда не вылазите. Ну, людей, посмотри, чем занимаются дома. Это что-то полезное делают. Как только сказал Словом Божем заниматься, и никого и нету. Басни любые слушают. Крестный ход ещё пойдут. Мощи привезут. Или матронины там рукава какие-то там, тапочек с передоной пойдут. А на благовестие не пойдут. Когда вот от нас смотришь, нам даже рта раскрыть нельзя нигде. Настолько мы виновны. Нам надо узнавать. Это исторически было, было, но всё это заползло в историческую церковь. Господи, прости нас. Нам надо научиться поститься, молиться, творить милость и не плакать. И может быть, что-то тогда сдвинется. Какие-то объединения-то. Кого-то бояться. Мы для людей это скверно являемся. Нас за людей-то не считают православных. Вот, куда я не выйду, везде православное. И никому ничего не надо. В любой день отпоют, на крещение воды наберут. Вот нужно научиться видеть себя в том, о чём мы считаем. Отошёл. Спасибо, Христос. Продолжаем. Виталий, следите. Можете один из книг прочитать. Здравствуйте. Читайте один из книг. Когда, как и ангелы, превосходя их крепостью и силою, не произносят на них пред Господом укоризненного суда. Толкование. Я ещё раз прочту, что-то плохо было воспринимать. Тогда, как и ангелы, превосходя их крепостью и силою, не произносят на них пред Господом укоризненного суда. Толкование. желая, желая удержать их от такой дерзости, говорит, тогда и ангелы, превосходя их крепостью и силою, не произносят на них пред Господом укоризненного суда. Апостол, как мы заметили, говорит одно и то же с апостолом Иудой, ибо и он, удерживая дерзких на язык, убеждая их этим же самым примером. Впрочем, он говорит обширнее. Михаил Архангел не смел произнести укоризненного суда. Иуда 1.9 А как дьявол причастен к некоторой славе, потому что он начат творения Господня, об этом читаем Идиева 40.14 то Архангел не произнес на него укоризненного слова. Если же более достойной хулы, то есть дьявол, как причастный славе, не получил от Михаила хулы пред Господом, то весьма неразумны те, которые поспешно хулят начальство, тогда как сами гораздо ниже достоинства ангелов. Под начальствами, разумеет, божественные силы или церковные начальства, против которых они восстают и которые они непрестанно злословят. Вопросы есть? Начальствующего не злословь написано. Тут нужно еще отличать злословие от обречения. Многие путают. Игнатия Тихоновича в том же укоряет или так в пику ему ставят, что вот поносит священство, поносит злословит. Что же он на самом деле делает? Он их обличает, чтобы они покаялись и перестали делать непотребные дела. Для этого он этот гнойник вскрывает и говорит об этом. Потому что если об этом умалчивать, вот об этом даже голубом лобби, что будет-то? Она как краковая опухоль будет разрастаться в церкви и поглотит все. Поэтому чтобы остановить нечестие, нужно об этом говорить. Это не злословие. Это именно обличение. А злословие это когда человек говорит такие вещи, чтобы сделать другому зло, пакость, я не знаю. Вот это злословие. То есть злые слова. Ну а вот если голубого назвать голубым, это злые слова. Конечно голубому неприятно, но это же правда. Ну еще как сказать? Можно и рыть ты там такой рассекой и все на тебе крест. Вот А Писание учится такими даже не есть вместе и гнушаться одеждой. Тоже кажется со стороны что мы какое-то зло делаем людям. Кажется только кажется. На самом деле мы хотим их устыдить даже одежды чтобы они перестали это делать. А злословие это тот который только бы сказать осудить как говорится вылить яд свой. мы сейчас с поста молимся дай узлить прежде свои прегрешения нежели видеть прегрешения брата моего прежде свои грехи и вот как впереди как тебе поверят если ты говоришь о посте а рот красная длина не поверят тебе или пузо отрастило призывая всех поститься тоже не видел вот так вопросы или может быть еще кто-то добавит про это может три если нет то тогда идем можно можно сказать да можно вот я у меня часто я как бы не могу как бы может я как бы хочу обличить но у меня как правило я в осуждение короче скатываюсь в осуждение тем самым вот себе хуже только делаю так скажем то есть вот эта грань я не чувствую ее ну любя надо человеку говорить о его грехах его любя чтобы он исправился вытащить как а как ты скатываешься в осуждение то есть ты человеку указываешь на его грехи ну и как в каком месте ты скатываешься как ты это ощущаешь ну ощущаешь что потом как бы на душе плохо как скажем о на душе плохо от того что ты человеку сказал что он грешник чтобы он покаял или может быть ты говоришь чтобы уколоть ущипнуть унизить ну вот наверное вот это вот вот в это перехожу то есть сам над ним превозносится как как фарисей благодарю что я не такой как этот мытарь я учусь я да это вот фарисист от этого это конечно да это не нужно такого допускать если это за этим заметил да покайся может быть на исповеди даже скажи попроси у Бога вот именно вот дара обличать с любовью не превозносясь над другим если ты это за собой заметил это конечно похвально борись с этим молись да иначе можно да превознестись выше облаков и все вокруг будут люди второго сорта это близко гордыни ну фарисейство вот это конечно еще вопрос так идем дальше тогда 12 13 стихи Андрей Ложкин можете прочесть да да хорошо читайте они как бессловесные животные водимые природой рожденные на уловлении и искреблении белословля то чего не понимают простлении своем истребляет истребятся они получат возмездие за беззаконие ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши срамники и осквернители они наслаждаются обманами своими пирше с вами толкование вы да прочитайте давай я да некоторые объясняли это так они истреблятся в растлении своем как бессловесные животные родившиеся естественно то есть нисколько не различаясь от скотов которые рождаются на одно истребление как бессловесные животные водимые природой то есть живущие одной только чувственностью а не умом и жизнью разумной посему они и удоболовимы для ведения по жизни раскленной водятся и увлекаются гневом и похотью злословят то чего не знают то есть со свойственным их незнанием почему и истребятся в заслуженном ими растлении получая возмездие за беззаконие которое они сами приготовили себе добровольно полагают удовольствие во вседневной роскоши то есть в каждодневном усложжении горла полагают истинную цель истинное любимое благоразумие удовольствие однако должно знать что священное писание когда порицает то что находится в людях по естеству то есть что присуще животным подобляет их бессловесным оно говорит например человек который в чести и неразумен подобен животным которые погибают читаем псалом 48 13 а также не будьте как конь и лошак псалом 31 9 еще это откормленные кони иеремия 5 8 и еще будьте мудры как змеи и просты как голуби мотфея 10 16 писание говорит это не переменяя природы а только убеждая удерживаться от природных наклонностей когда возвещает оно что-нибудь спасительное то подобие заимствует от высшего например будьте милосерды как и отец ваш милосерд лука 6 36 и здесь не притворяет природу а только повелевает делать это насколько станет силой поколение закончено вопросы комментарии я вот вчера ролики смотрел про псинобесов их называют вот здесь сравнивается плоских людей с животными а есть вот такая категория людей их называют псинобесы есть еще категория докхантеры они появились как следствие того что появились псинобесы которые ставят собак бешеных выше человека я встречался с такими людьми вот жизнь собаки ставится выше жизни человека то есть напрямую человеку задаю вопрос если у тебя заболел отец ну и врачи говорят поможет пересадка органов допустим фантастика сердце научились пересадка пусть не сердце пусть почки вот подходят идеально почки вот этого пса и нужно твое согласие как родственника дашь ты согласие иначе отец умрет срочно нужна операция дашь она говорит никогда и ни за что у меня что ну как так ты только что отца в могилу отправила родного нет собака вы она должна жить у нее право на жизнь кто дал вам право ее убивать я вчера до полуночи смотрел про этих докхантеров это люди которые травят собак а защитники животных вот эти псинобесы они готовы их прям растерзать затравить раскромсать вот у них война постоянно хотя те и другие борются с численностью бешеных псов одни это гуманно делают а другие вот их обвиняют негуманности которые яд распредел собак и вот страшно я смотрю на этих лиц вот этих вот людей которые защищают животных и готовых готовые за этих собак горло перегрызть кидываются на людей прям защитники животных и их ну зараз псинобесы так вот я прям увлекся этой темой потому что ловушку эту изобрел ловли собак вот и вот здесь нам толкователь вот сравнивает вот этих людей плотских с бессловесными животными то есть бессловесное животное оно рождено для того чтобы быть истребленным это бешеная собака она никому не свинья корова она бог ее создал чтобы быть истребленным а человек не так у него душа бессмертная и и люди вот сами добровольно уподобляются вот этим бессловесным животным то есть они плотские недуховные душевные вот срамники осквернители вот наслаждаются обманами пиршествуют с вами ну и получают что получают возмездие за беззаконие истребятся эти люди и пишут что злословие то чего не понимают не понимают не понимают ну и дальше сейчас продолжим еще 14-16 стихи глаза у них исполнены любострасти и непрестанного греха они прещают неутвержденные души сердце их приучено к любостяжанию это сыны проклятия оставив прямой путь они заблудили сидя по следам валаама сына вассорова который возлюбил мзду неправедную но был облечен в своем беззаконии бессловесная ослица проговорив человеческим голосом остановила безумие пророка толкование порядок такой срамники и осквернители сердце их приучено к любостяжанию то есть искусные в любостяжании сыны проклятия перующие вместе с вами имеющие глаза исполненные любострасти непрестанного греха они прельщают неутвержденные души которые Павел назвал женщинами утопающими во грехах 2 Тимофея 3.6 а за что предлежит им в будущем веке мрак вопрос за чрезмерную их суетность по которой они нечистотами и плотскими похотями прельщают бывших прежде в заблуждении и искренне оставивших его возвратиться как пес на свою блевотину они говорит не имеют ничего свойственного чистоте но пристают к чистому обществу как пятна на чистой одежде когда во время удобным вне во время обещания женщин ибо они имея глаза смотрят ни на что иное как на любострасти и непрестанно имея это ввиду и греша, как сны проклятия прельщают неутвержденные души. Ибо сердце их не приучено ни к чему другому, как только к любостяжанию, то есть к разврату или к корысти. И через то и другое, оставив путь, который мог привести их ко спасению, они заблудились от него и подверглись тому же, чему и Валаам, сын Вассоров, потому что и он по любви к подаркам возлюбил и награду неправедную. Валаам, получив однажды запрещение от Бога идти к Валаку, снова побуждаем был к тому надменной своей страстью, которую он откармливал своим неистовым чародейством, но обузданный страхом Божиим и страшными знамениями, бывшими во время пути, не переменил слово благословения, которое было делом не чародейства. Ибо пророки с сознанием произносят свои вещания, посему-то и апостол назвал его пророком, как сознававшего, что он говорил. Ибо если бы он не сознавал своих слов, то не мог бы выбрать того, что лучше. Итак, благословение его было делом не волхвования, но силы Божией. Вопросы? Можно я скажу? Можно. Вот Христос посреди нас, слава Господу. И вот здесь мы выше так вот читали. Они наслаждаются обманами своими, и чувствуя с вами. Вот, допустим, нам порой часто как бы встречаются и по интернету, и в личной беседе на встречах сектанты, протестанты и все подобное. Естественно, мы можем видеть много полезного чего там такого, но еще исходит такое, что не зная того, что происходит в жизни в этих кругах. Вот посмотрите, на самом-то деле здесь речь идет об обличении, что не нашлось тех праведных, ревностных, горячо любящих Господа людей, которые бы смогли вот в силе Святого Духа сказать от любви к душе этой человеческой о его заблуждении, о его великом зле, который он таил в себе саму. Бог взрит все, он знает все. Не нашлось. И через ослицу Господь сказал и остановил безумие пророка. Так вот, что случилось в протестантских странах, таких как Западная Европа, Америка, из-за того, что не было этих любящих Господа, ревностных, чистых, горячих Христи, которые бы ведомые были бы Святым Духом и говорили бы правду об этом разврате, который сегодня, он просто утвердился в протестатизме. Вот этот гомосексуализм, пастыри-гомосексуалисты, вот это лесбиянство страшное распутство, пастырши-лесбиянки, собираются целые церкви. Это распространение идет. Оно уже дошло до нас, до Украины. И вот сегодня как бы Игнатий Тихонович упомянул об этом, что вот Кураев, это как бы вопрос поднял. Слава Господу за этого человека. И вот нам нужно усилить молитву, братья и сестры, за православный народ, за православных священников, за православную церковь, чтобы Господь воздвиг, дал силу вот эту Божью, смелости вот этой духовной, чтобы, видя это беззаконие, а многие видят, по всей России наслаждены православные храмы. Если это видится, вот это беззаконие, что кто-то имеет любовницу или любовника, или вот эти корыстные, развратные какие-то наслаждения, таяв в своей душе, должно идти прямо в эти храмы, с собой брать двух-трех свидетелей и выяснять это, обличая их вот в правде Божьей, что таково беззаконие не должно быть во святом месте. Потому что уже во святом месте, вот там они захотели веровать в Господа, уже видите, что творится в западных вот этих протестантских странах. Поэтому нужно усилить молитву нам вот за это, чтобы Господь не попустил, чтобы вот эта раковая опухоль, она умножалась в наши храмы. Помоги Господи. Аминь. Здравствуйте, братья и сестры. Я хочу задать вопрос Игнатию Тихоновичу. Подскажите, пожалуйста, что означают слова в откровении по учению Ваала? Вот что это обозначает? И вот оно описано, конечно, в числах, если я не ошибаюсь. Вот Ваал сказал, вижу народ, который не среди народов, что-то такое вот. Вот я это тоже, пожалуйста. Спасибо вам огромное. Там не Ваал, а Валаама. Нет, она говорит про откровение, а мы проходим 2 Петра. Нет, она помянула числа. Понятно, что связывает. Почему он не чистится среди народов? Откровение-то ни при чем здесь. Потому что все качества, которые у мирских людей есть, Израилю Бог не благословил. То, что высоко у людей, то мерзость перед Богом. И они, говорят, когда узнают, какой у вас дан закон, закон от Бога Иегова, они скажут, какой это мудрый, удивительный народ. Только потому, что у них такой есть закон. Например, допустим, у нас есть устав свой в деревне. И вот, ну, люди, которые приезжают, узнают, и устав этот. Так женщина, которая в районном центре, в крае, там, говорит, слушали и не верили. Неужели у нас где-то есть еще такое, чтобы вот так было? А там ничего нет особенного. На работу бутылкой не рассчитывается. Если где-то что-то такое сделал, в двойном размере в деревенскую казну положить. А еще никто не ложил. Но сам по себе заложен принцип истребить пьянство. Мы не мусульмане. У нас разрешается выпить, но мы за сухой закон. А если я скажу, что нельзя вообще вино выпить, значит, я еретик буду сразу. Вот так они. У Израиля такой закон был дан. В сравнении с другими законами он возвышался и как бы выходил из ряда обыкновенных людей. Евреи, никому не открыта такая мудрость. Мы можем сказать, а были ли такие мудрые, как Соломон? Не было никогда и нигде. А почему именно так, Евреи? Вот мы хотим, не хотим, а поневоле сегодня должны это сказать. Не забывая, что они сделали плохо, а дали-то Евреи. Ему это открыто. Они дали три мировые религии. До заблуждения. Но все-таки. И вот здесь говорит Господь, что среди народов он нечистится. Вот какой народ? Вот рассеянные, там рабы были какие, вдруг заходят, перед ними падают. Семь народностей обвиняются вместе. Антанты. И рушится все. Но сегодня все понимают. Все юриспруденции в руках евреев. Вся печать, средства массовой информации. В России евреи. 70 лет работали, горбатились. Дня нельзя было пропустить, осудят за тунеядство. Ну даром работала страна-то там. В колхозах за палочку. И вдруг все рассудили. Какие-то там брокеры, какие-то ваучеры. И буквально в одну ночь всю страну сделали бедные. Никто там теперь. Прохоров, Гусинский. В одну ночь сделались миллиардерами. Ну понятно, что это ограбленный народ-то. И все это в Израиле переказали. И все знают, и ничего не могут сделать. То все знают, и на высоком уровне говорят об этом. Ну нельзя этого не знать. И ничего не сделаешь. Почему? Допущено Богом. А если бы это сделали над нами немцы? Ничего не сделать. Это еврей только может сделать. И поэтому он из числа народов выходит. Вот я отвечаю конкретно на почему он в народах не числится. Какое качество не возьмем. Ну, давайте маленько посмотрим пошире. Но нам хочется, чтобы у нас в доме был порядок. Не было пьяни, не было взрывов, не было там безобразия какие есть, воровства. Все запроголосуют, да. А на улице? Ну и хорошо бы, конечно, улица была, если такая. А город? Ну это далеко. Уже не сделать. В городе, чтобы все. Но в государстве, а во всем мире. Так вот теперь посмотрите эти масоны, которые, все уже знают, руководят миром. А это еврейское все. От евреев идет-то. А они поставили задачу сделать порядок во всем мире. Чтобы ни одной войны больше не было. Никто не скажет война, когда мы говорим мир. Как Владимир Соловьев описывает первый дикт, который издаст Антихрист. А кто это будет? Ну не цыган, еврей из колена данного. Это уже предсказано. И поэтому 2896 наций. Но среди них еврея нет. Мы говорим, а какой язык был? Если был Адамов язык и сохранился только у евреев, не у русских. Мы должны это понять. Великое преимущество быть иудеем, Павел говорит, во всех отношениях. А наипа, считаю себя, более всего в том, что им верено Слово Божие. С ними Бог разговаривал. А у остальных там инки, другие там где-то уреги. Кто-никак верили? Все ложь. Одна ложь. И только Израиль знал истину. Невидимому вечному Богу. Он ставил загадки перед народом. Вот и ответ. Мы должны это увидеть сегодня. И нигде сохрани Бог, не поносить еврея. Сейчас говорили о злословии. Петр говорит, не злословьте, но если, как сегодня понимают, все послание злословищее. Это-то можно видеть, как он называет людей со скотиной. Златоуст это один из самых злословящих людей был. Когда он говорит о людях. Но церковь-то так не считает. Он сравнивает. У льва кровожадность. У человека кровожадность больше. У змея жалит. Но у змея одно качество. кровожадности уже нет. У человека все есть. Все, что только в разных зверях есть, все есть в человеке. Человек хуже всякого зверя златоуст. Но демоны, у демона нет страсти прелюбодеяния. Нет такого, другого перечисляют. Хуже демонов. Да невероятно. Златоуст, как ты? Он говорит и доказывает. Это так. А все ли? Нет, не все, когда Бога не знают. Мы должны поставить, где грань. А для безбожника можно поставить грань что он не такой. Нельзя. Он что угодно будет делать. Поедают друг друга. Прямо убивают и поедают. Людоедство. Притом не где-то а в культурных народах, как считают. И что сделать? Обратить к Богу. Весь уголовный кодекс в каждом отдельном человеке. Матерей, отцов убивают. Вот сейчас народу нету. Вы представьте, 20 лет назад началась перестройка. 20 тысяч уже лет назад. Уже 25 лет назад. Ну почему не запретили аборты? 120 миллионов убили. Да 120 миллионов русских, молодых ребят сейчас было бы. Уже по 25 лет им было. Другие подрастают, которые было. Мусульманам то места бы тут такого не было, чтобы они в Москве были. Все было бы занято. А они берут опустошенные. Дальше почему не смотрят? Почему все молчали? Надо не просто говорить, а надо кричать своих близких. Да что у вас не делают аборты? Нет, конечно. У нас этого нет. У меня вот Надежда Васильевна преподавала в Новосибирске. У нее там семья была. 18 детей. Баптисты, конечно. Баптисты. Но это все могли быть такими. Ясно дело, обстановка резко изменилась. А это, что платит материнский какой-то капитал, то ничего не даст. От Михайлова-то выступает, она там какая-то кто, я не знаю, Карачаева-Щелькинса или кто. От любви дети заволодятся, а не от денег. Она там выступает очень хорошо, надо просто посмотреть вам, кто не знает ее. Вот как. И поэтому, говоря о том, что здесь считаем, мы должны действительно сказать, мы не такие. Будущими христианами, мы уже в общий ряд тоже не становимся. Вот какие бы сейчас не придумывали наказание за что-то, доверующего они не касаются. Любой закон беру, он меня не касается, я его даже и смотреть не буду. Почему я знаю Божий закон и человеческий, я уже обхожу в нем, я не виновен. Ни в чем абсолютно. Мы называем любое преступление по уголовному кодексу, к нам это не относится. Мы не среди народа по технологии. Мы возвышены над ним Духом Святым. Вот в этом ответ. Надо это видеть, все видеть и притворять в жизнь, не просто теоретизировать. Отошел. Так, Натали, вы по откровению в учении Валаама вопрос задавали. Да, да, верно. Спасибо большое, что вы так помнили. Это глава 2, 14 стих. Я сейчас процитирую. Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Валаама, который научил Валаака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели и доложертвенно, и любодействовали. То есть вопрос, в чем в чем это учение заключалось? Что означает отступление от Бога Иеговы? Просто понятно. Выходит воевать. Но в любой войне вот сейчас Карабах убили столько-то, у армян побольше, они заявили каждый столько-то раненого у нас и прочее. У Израиля не так было. Они воюют, а воюют-то вплотную. Плотную сходились. Это не то, что там нажал ракета, полетела-то. И ни одного убитого нету. Он один посекает их, а перед ним все падают. Ну и, конечно, соседние народы стали думать, а как это так? Может, почему? И Валаам говорит, они непобедимые евреи, потому что они живут чисто. Ну а какой-то есть грех, на который можно подвигнуть его? Самое большее Бог ненавидит, отвращается и долопоклонство. Если бы другого Бога будет признавать, а как это сделать? Он говорит, очень просто. Он их научил, Валаах-то. Как? Молодежь-то, она такая есть, огненная, прелюбодейная. А как? А вы выставьте самых комсомолочек красивых. Шатры откройте, чтобы там постели было. Ну и не дома, они в шатрах жили-то. Ну и юношам, скажите, бесплатно, досыто. Но перед входом стоит жертвенник идолу. И кусок мяса, чтобы он поднял его и положил, а потом заходил и наслаждался. Он их научил любодействовать. И сразу началось поражение. Израиль этого не просил. И Валаам этот, он пророк был, Божий ты, его тоже убил Израиль, когда начал наступательные операции. Он был убит. А они начали любодействовать через приношение жертвы идолам, и Бог отворотил от них лиц. Они сделали такие же уязвимые. Ну как Самсон, не уязвимый был, а вот женщина смогла сделать, отрезала ему косы и все. Так и это, отрезала мозги. Женщина очень много может сделать. Прочитайте вторая книга Ездры. Где бы он не воевал, где бы еще не тащил, не воровал, ногам возлюбленной принесет. Всемирный владетель стоит, на него взглянуть страшно, а любовница рядом сидит, наложница, снимает с него венец в царя и бьет его по щеке. И он раздвинув рот, смотрит на нее, ласкается, чтобы примириться с нею. Какую же власть имеет эта женщина. Она над верующим не имеет, он понимает, что нельзя, нельзя. Он ей будет говорить о Боге. Вот откуда варламы сапожитие святых. Он молиться стал, а одна царевна, ее поставили, царевна плененная, она ему говорит, ты только со мной одну ночь побудь, я приму христианство. Вот о чем играет. И он начал склоняться, но когда заснул, и он увидел его, какие эти, как называют, чертовки тянут в ад, он проснулся и смотрит, у них свиные собачьи рожи у этих красавиц. Ну и житие святого Арлаама и Асафа. Вот как. Христианин здесь не попадает в число общего народа, он возвышается над всем, над ним ни закона нет, ни соблазна никакого, он шагает дальше, он со Христом, он понимает царство небесное. А Валаам этому научил, Валаам, который сказал, что звезда восходит от Иакова, когда поем звездой учахуся, это пророчество Валаама было, Перса. Золотой он из Персии, персидское царство. И вот здесь в духовном плане, когда люди прелюбодействуют, принося свои таланты на алтарь другого, отечества, я за родину, скажи мне против кто, что я там проще, это новый идол, идол. А другое слава Украине, слава России, это другой идол еще. И идолопоклонство очень разнообразное. Ну, у меня такая семья, я живу ради семьи, значит, идолом семья сделалась, Бог уберет ее, она тебе не мешает идти на небо. Все, что с тобой соприкасается, должно заряжаться особой, как я выражусь нехристианским языком, энергетикой, любви к Богу, особым чувством свечением. А Валам научил, и вот они любодействуют, началось поражение. Вот об этом говорится. Геннадий Тихоевич, а вот этот за веру царя Отечества, то есть там тоже вот эти два элемента идол, что ли? конечно, 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 Виталий, это определенно, просто видно. Дома я там Филарет сказал, поражая врагов, вот Филарет, пускай поражает, он сам-то не пошел на войну. У нас как? А как Елисей? Он молился, и ослепил Господь воинов, идут оттуда воевать, допустим, пошла Турция сюда, она рядом может пойти. Он их ослепил, они идут и не видят, а потом говорит, Господи, открой им глаза, открой им глаза, они посередине государства стоят. А кого? Помощи-то нет, ни пищи, ни снарядов, ничего нету. Царь-то увидал, говорит, поразить бы их надо, он говорит, а ты их завоевывал. Это Ветхий Завет. И он говорит, накорми их, напой, дай им подводы, посади раненых и отправь в свою страну. Христианин. Почему на нем дух Ильи был вдвойне? В Новый Завет перешел-то. И они ушли, он всех оставил живыми, а они же пришли-то нападать, захватчики, и больше написано, никогда они не приходили. Гнусно им сделалось это. Такой народ нельзя завоевывать, у него надо учиться. А что бы Гитлер родился? Да он не родился бы, не пришел, если бы жили правильно. Это бич божий. Вот этот ИГИЛ, мусульмане сейчас, это бич божий. 120 миллионов убили внутри страны, еще раз говорю, в очередной матери. За 25 лет. Да как нас Бог может пощинить, когда плывет все в море крови? А у мусульман, попробуй сделай аборт, она сразу будет убита, эта женщина. А сколько у них абортов? Ни одного. Ни одного. На 2 миллиарда человек ни одного аборта. Ни одного выпившего. Что-то стоит это? Нам надо учиться, жить по-христиански, наипаче. Нам у других народов не надо учиться. Но так как мы потеряли, надо взглянуть с удовольствием, что, Господи, ты берешь других людей и приближаешь. Вот о чем Дмитрий Смирнов, священник такой в московской патриархии, он говорит, мусульмане ближе ко Христу, чем наши православные. Я говорю, только не договаривайся, что такими их ты сделал. Попадут в плен, они будут другими. Вот это надо видеть и решительно. Сережа, вперед, двигайся быстрее, чтобы напустить... 2 Петра 2 глава 20-22 стих. Ибо если, избегнув скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но они... Но с ними случается поверной пословице. Пес возвращается на свою блевокину и вымытая свинья идет валяться в грязи. Толкование. Сими словами подтверждает два предмета. Во-первых, то, что побежденный по необходимости работает своему победителю и, во-вторых, то, что познавшие истину, но опять придерживающиеся прежнего нечестия впадают в зло хуже прежнего, присовокупляет и притчу, подтверждающую тоже. Притча 26, 11. Как пёс возвращается на свою, на блевотину свою, так глупый повторяет глупость свою. Положение их становится хуже, чем было до познания о рабстве. Ибо сатана старается, чтобы они впали в большее зло. Посему-то апостолы говорят, что при такой будущности для тех, кто добровольно возвращается на зло, лучше бы им не познавать правды, нежели познав впадать в большее зло. Потому что и пёс, возвращающийся на свою блевотину, бывает ещё отвратительнее, подобно, как и свинья, ищущая омыться от грязи, если делает это грязи же, оказывается, ещё грязнее режнего. Колтуны какие-то. Давай я закончу. Мы пропустили предыдущие три стиха. 17, 18, 19, не прочитали. Простите меня. Да, хорошо. Нет. Итак, 17, 18, 19. Это безводные источники. Вернёмся назад, да. Облака и мглы, гонимые бури. Им приготовлен мрак вечной тьмы. Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют плоские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. обещают им свободу, будучи сами рабы тлениям, ибо кто кем побеждён, тот тому и раб. Апостол опять начинает говорить о нечистых гностиках, уподобляет их безводным источникам, потому что они утратили чистоту проповедей и сладкую воду жизни. Сравнивает их с облаками, гонимыми ветром, разумея, ветер противный, почему и назвал его бурю, так как буря приводит гонимое ею в совершенный беспорядок. Они говорят, облака не светлые, каковы святые, но тёмные, полные мрака. Приводит и причину сему именно то, что они по суетности произносят речи надутые, привлекая плотской похотью в разврат тех, которые совершенно избегли его. Или, если некогда и находились в заблуждении, то впоследствии покорили себя Господу. Сами говорит, будучи рабами упомянутой нечистоты, которую по справедливости и назвал плением, обещают обольщаемым свободу. Пожалуйста, рассуждения, комментарии, вопросы. Виталий Калиников спрашивает, кто же может спастись? Давайте еще начнем третью главу, а потом вопросы, потому что хоть время есть 7, но мы в отведенное время вопросы не улетелись. Итак, 2 Петра 3 глава 1-2 стихи. Это уже второе послание, пишу к вам, возлюбленные. В них напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл, чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими. Толкование. Ибо чистому смыслу свойственно помнить, что выслушано или заповедано Спасительного и возбуждаться к исполнению сего надели со всей силой и усердием. А заповедано это через проповедь пророков и апостолов. Сие место выделено жирным, крупным и подчеркнуто. Будет комментарий на это ниже. Так, продолжаем толкование. Посему и Павел говорит, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, читая в послании к Ефесянам 2 глава 20 стих. Ибо все они возвещали о пришествии Господа. И нельзя не верить столь многим свидетелям. Почему же говорю о пророках и апостолах? Потому что они возвещали и о первом, и о втором пришествии самого Господа и Спасителя нашего. Порядок речи такой. Чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, заповедь апостолов своих по заповеди Господа и Спасителя, почему же заповедуют оживлять память о всем? потому присовокупляет, что страстно живущие по своим похотям бесстыдно нападают на верующих и насмехаются над ними, видя, что некоторые страшатся пришествия Господня, о котором вместе с пророками предвосвестил и сам Господь. И посему гнушаются нечистой жизнью их, и особенно потому, что за предсказанием не тотчас следует событие, но для спасения вписанных в книги спасаемых допущен промежуток. И комментарий на слова через проповедь пророков и апостолов. Комментарий Игнатия Тихоновича Лапкина. Когда сегодня приводишь в доказательство необходимой степроповеди место из Ветхого Завета, то слышится упрек в уклонении в сектанство. Блаженный Феофилак так не рассуждает, он не разделяет Ветхий и Новый Завет, но показывает, что они как два крыла у птицы. Ветхий и Новый Завет это те два динария, которые добрый самарянин Христос дает гостиннику священнослужителям и обещает дать награду, если тот потратит что-то сверхданного, то есть если потрудится в истинном истолковании Библии, чем и занимались святые отцы Вселенской Церкви. Пользоваться и Ветхим, и Новым Заветами нам повелено заповедано через проповедь пророков и апостолов. пока комментарий закончен. Пожалуйста, вопросы задавайте братья. Игнать Тихон, что-то может быть дополнительный расширит по последнему местам. Расширить я по-черышевскому хотел сказать. Что делать? Вопросы таки сегодня задали. Вот мы поговорили, а дальше то что? Когда это сделается самим смыслом жизни? Спасти душу наиважнейшее, что пользу весь мир приобретешь, тысячи людей через тебя придут, проповедуют другим, Павел говорит, чтобы самому не оказаться недостойным. Можно быть полезным для тысячи людей для себя начать с себя сегодня конкретно и не смотреть на то, что твоя специальность, возраст, место, сенс, все пустое. Так сказал Господь. И ты сердцем сразу ответь, слушай, говори, Господи, слушай, раб твой. Как отвечал Самуил. Как его научил первосвященник Ильи говорить. И тогда буквально в один день все начинает меняться. Все начинай. При том с чего сколько ты тратишь на себя конкретно. Ты не понимаешь что мы идолопоклон, троица, но то, что тратишь на себя лишнее, ты это понял, нет? Да я на себя не трачу. Ты с нами не жил. Может сейчас вспоминаем мы за зиму потратили или не трое, да еще три кошки, да еще стаи голубей, да еще уличные собаки. Нужно так делать, чтобы у тебя главное русло для денег уходило на милостыню. Это очень легко делается. Вот у меня на квартире сколько жили, за квартиру никогда не брал, но договорились сколько на месяц кладем. 25 рублей, ну по старому тогда еще было. 25. А на деле потратили 15, десятка осталась. Заранее договорились мы откладываем туда где милостыни. Милостыни десятина своя, это к десятине мы теперь от хлеба оторвали туда. И молодежь сразу понимает это. Дальше образуются семьи, они у себя это делают. Если ты что-то решил сохранить, где у тебя Божьи деньги лежат на Бога уже, для Бога, свои рядом клади, говорит, ангелы храняй тех, сохрани ты эти. Иоанн Златоуз говорит. И у тебя увидишь, как начнется по-другому. Спрашиваешь, во сколько встаешь? Ну, это означает нет у тебя встречи с Господом. Ты должен вставать, вот как у меня, кто живет, вот ребята, это быстро привыкают. В одно время все до одного. В 4.40. Почему? Не знаю. Я знаю, что это какая-то особая цифра. В 4.40. Дети в лагере встают в 5. Да какой детский лагерь в 5 часов утра встают? То у нас встают. И уже через две недели впервые приехавшие почти из нерелигиозных семей дети не хотят по-другому уже жить. Они поняли, сколько преимуществ. Кто рано встает и знает, какая пословица. Кому? Кто дает? Бог. И вот начни с этого хотя бы. Поставь себе за правило. Не начинать день без чтения Евангелия. Не начинать. Не сяду за стол, пока не прочитаю хотя бы главу. А у меня времени не хватает на работу. Время сна оторви. Сон и блуд это родные братья. Встань раньше. И вот начни сейчас сразу. Каждое воскресенье выйди кому-то сказать, пойти где-то к больным. Ты увидишь, как жизнь приобретает другие краски, другой запах. Нижняя. Тебя не знают. Ну и не знают, узнают. Будут друзья, будут близкие. Если у тебя никого, друзей нету, и ты умер, тебя и хоронить некому, златоуз говорит, ты за это ответишь. Как ты мог жить так? Приобретайте друзей богатством неправильным. Приобретайте это повеление. Враги будут, обязательно будут. Но и друзья будут. Вот это отдушина в этом мире дается человеку. Ну вот мы посчитали, услышали, такие там, они делают это. Я ненавижу этот грех, слышать не могу. Я скажу, где бы ни было, это безумие, что делается. Да-ка, тогда ты осуждаешь. Иоанн креститель осуждал их. Но надо понимать, злословил или нет. Люди идут, а мы идем креститься, а он говорит, змеи по рождению Ехиднины. Вот это окрестил, дал новое имя им. И ни один, ни два раза. Все Евангелии наполнены. Павел собрал священников, пресвятеров, епископов, архиереев, 20 глава Деяния Апостолопы, и говорит, из вас восстанут, будут говорить превратно, то есть извращать будут, с одной целью, чтобы увлечь за собою. За собою. Свечки покупали, чтобы приходили сюда, а он ничему не учит, он заблокировал их. Это не еретики какие-то, это наши, про еретики нам еще говорить. Мы их просто сходу можем, говорится, обратить. Они любят Слово Божие, мысль, но показал, он может прийти. С православными труднее. Я не могу их куда-то везти, я должен здесь начинать в церкви, а тут самый оплот начинает против. Вот нынче-то на рождественских чтениях, в Москве, международное чтение-то. 15 выступающих. И один полностью говорил про меня, Дворкин там этим руководил. И что-нибудь сдвинулось? Ничего нету. А надо обратиться в Роскомнадзор там вначале. Два года уже прошло, как в Почаево, в Украине. Там больше заниматься нечем. Занимались мною. Книги там, книги. Ничего нигде нету. Почему? А они видят, что мы любим Господа, мы православные. А враг толкает на то, что давайте занимайтесь. Это хорошо, что занимаются. Они многое узнали из книг моих. Вот так. И поэтому я говорю такие слова. Тебе, может, не подходит это. Я говорю, я не теоретик, я практик. Ни семинарии, ничего не кончал. Но я люблю Господа, люблю Святую Библию. И во свете ее все рассматриваю. Тебе, если понравится, берись. Нас будет двое уже. И везде, где ты будешь, никогда не отступай. Никогда. Сегодня нет, завтра будет. Я почти 50 лет писал архиереям о неправильном крещении. А сейчас почти везде строятся купели. Все еще они там по-своему делают, но купели уже строят. Вроде ничего не сделаешь. Ты так никогда не думай. Я должен делать, а результат Бог дает. сеющий, поливающий, ничто. И вот, когда начнешь делать, ты увидишь, у тебя другой огонь будет гореть. Молодежь, я ленюсь что-то делать. Вы видите, какие у меня ролики. И как помочь? Я этого не знаю. У меня ни одного дня такой жизни не было. Я не могу помочь. Я знаю, что так жить нельзя. А чем заниматься? Ты еще молод. Тебе 19 или 20 лет. Начни изучать хотя бы два языка. Английский и китайский. И ты увидишь, как получится. У тебя в голове будет как огонь гореть. Такие у тебя будут новые книги пойдут. И теперь поверни на то, что этим людям я могу сказать о Христе. Начни, попробуй хотя бы. Ни день, ни два, год хотя бы. Вставай в ровное время рано. Днем не ложись. Трать меньше на себя. Милостью не подавай больше. Десятину плати с первого дня. И ты увидишь, тронется лед. Это практик. А теоретизировать много выступает. А спроси его, как он живет. Сидит на два сиденья, задница не помещается. Вот и все. Все просто. Можно вопрос? Все, Андрюша. Ты же был здесь, видел. Как раз таки о том, что мы говорили. О священстве и о православии. Я начал со священником беседовать и говорить на тему о правильном крещении. Я ему приводил места писания, я ему письма и писька приносил и постоянно ему говорил, когда он неправильно крестит. Фотографировал все. И мы с ним постоянно на эту тему беседуем. Но сдвига никакого нету. Что дальше делай? Дальше делай. Сдвига нету. Женился? Нет. Исаак. А жена неплодная. А ему Бог обещал, как звезды на небе Авраму-то. Живет 10 лет, молится, а ответа нету. 15-19 лет. Бесплодная, спит, любит. На 20-й год забеременела, два няшек принесла. Бог делает. Он испытывает нас. Испытывает. Такие ли мы, какими хотели бы себя видеть. Как один мне сегодня написал, говорит, знаете, человек на что похож? На пакетик с чаем. Вкус можно узнать, когда кипяток, говорит, опустишь. Вообще здорово. Бог начнет испытывать. Я это... Сразу начинаю беседовать с теми людьми, которые крестятся. И я понимаю, что это пустое все делается. Мне просто хочется им сказать, а получается обратное. Что они думают, как я дурак. Что-то меня спрашивают. Я понимаю, что они... Которые моченые, вот этих они не крестят. Они согласны, полное погружение. Ну, мы молились. У нас в Барнауле уже человек нашелся, священник, официально моченых, теперь крестят, как не крещеных совершенно. Они должны к этому прийти. Сегодня они богохульствуют, когда я это говорю. Но это будет признано. Нет крещения там, где нет погружения. Слово крещение переводится одним словом. Погружение. Ну, какое погружение стоит на капельном полу, одетый? Ну, не... А ты, говорит, будут слушать или не будут? А ты говори. Они против тебя будут, как знойный ветер. Пророк Иеремия говорит, «А я тебе сделаю, как скала». Они ничего не сделают. Ты оставишь пример для других. Сегодня я один, завтра нас будет двое. Большинство там, где Господь. Чтобы крестить правильно, я привожу в нашем материале к истинному православию в книге 136 свидетельств. Святые отцы, жития святых, Библия, каноны. На их стороне ничего нету, кроме проклятого Богом небрежения. Проклято. Иеремия 48, 10. Проклято. Дело Господне делает небрежно. Это дело Господне крестить? Ну, конечно. Ну, какое же здесь... Патриарх об этом говорит. Нет погружения. Не вычитывают, что надо. Сакраментальные места упускают совершенно. Не от воды, не от духа, а песком и слюнями. Слюнявые песочники. Спасибо Христос. Никого не бойся. С нами Бог. Покоряйтесь, безбожники. Так, тут вот в чат Виталий Калиников пишет. Как же далеко мы ушли от истинного понимания христианства. В таком случае русская православная церковь за границей так и не уразумело, за что они рассеяны, за что иго жидовское. Немножко не совсем по-русски как бы, но смысл правильный или понимаю, что вы сравниваете зарубежную церковь, то, что вот она сейчас русская за границей и за какой-то грех их Господь рассеял, так же, как вот рассеял евреев, которые распяли Христа. Называть грех? Да, это вот Виталий Калиников. Я выжил я выше задавал вопрос, что за веру царя Отечества, это же их девиз, можно сказать, они его, с ним носятся все время. и вот я вывод и делаю из прояснения Игнатия Тихоновича. Зарубежники с этим девизом носятся. вопрос этот закрытый уже все у нас материалы выставлены я говорю любите врагов у нас Кистина Православия там полностью все взято добавить ни слова нельзя уже кто из святых которые не шли воевать они прославлены церковью их просто скрывают вот заход зайдите на наш сайт библейский сайт во свете библии по русски зарядите и на первых же только страница откроется и там Кистина Православия а там только к ней оглавления пошли а там раз эту тему опять сейчас подняли смотрите а вот растолкуйте пожалуйста конечно же есть у вас на форуме уже наверное в местах 10 но я еще не сталкивался нет больше той любви кто душу положит за ближних своих вот еще же как бы к этой теме всегда вот это это место описания всегда выводят ну положит но не отнимет вот они пошли в Афганистан за кого пошли туда даже царь не лез никогда 9 лет торчали в Афганистане а теперь ну это ясно Афганистан ясно вообще все что с Советским Союзом это все понятно ну давайте возьмем раньше там ну и раньше тоже так же было где это Суворов был в Альпах там зачем он там был сколько народу он там положил что он там завоевал то где Альпы нигде ничего нет люди там погибли зачем царь полез волевать в Австрию войска то воевали то не на русской территории русские войска пошли революция то с чего началась ну куда ни поглядя везде захватнические войны были а оно бы было по другому было бы по другому осознали Бога я говорю есть такое государство в Южной Америке Коста-Рика и они приняли решение армию убрать армии вообще нету осталось только внутренняя полиция смотреть а все деньги бросить на образование на медицину на воспитание на уровень этот поднять как Муаммар Каддафи и все и уже сколько прошло лет я не знаю который это там вывелся кажется он лауреат Нобелевской премии его отцом нации считали и ни войны ничего нет вокруг соседи воюют а с ними никто не воюет а кого воевать у них войск нету воевать не с кем вот и все это наши современники сегодня лучшее доказательство я могу из личной практики сказать у нас на 23 февраля приезжает с района и там 60 участников а у меня отец не только участник а инвалид отечественной войны ну там ему какую-то медаль дали или что-то а в это время ни раньше ни позже у нас в деревне живут немцы и немец нападает на нас ко мне в отбор пришел и нападает я могу назвать Эрлиха Эвальд ну и что дальше ну что дальше то он напал у меня две собаки огромные собаки но они закрытые я бы выпустил я бы его растеребил дальше некуда ну он кидается драться я его повалил не бил а шубой держал и вытащил его на улицу и заперлись а он пошел еще двоих-троих взяли большими ножами никакой вины не было вообще просто с ума сошел бьют в раму-то стекло-то двойное-то а мы молимся у меня ружье в комнате я бы мгновенно набил порядок мы только молились а он через стекло-то руки режет кровь течет я утром вышел а собаки эту кровь лижут и псы погрузят язык свой в кровь врагов-то ну и теперь-то утром-то перемотаны а уже милиция-то узнала приехала ему от 4 до 6 лет я его простил так его дети дети его по сегодняшний день мне благодарны у него кажется 6 ребятишек было и все я его не ударил ничего-ничего не делал ему а наутро у меня в комнате он сидел перебинтованный с милицией рядом в каком он положении был я на практике знаю это самое сильное оружие жить для Бога и мы с ним встречаемся я к нему приезжал он книги мои покупает сейчас но он уже на пенсии живет в Корчино вот и все а то на нас попадут души полу знаете это все я с вами согласен абсолютно ну вот смотрите такая ситуация вот я иду да ну с кем-нибудь там с подругой или с другом и на нас нападают понятно я внутри молюсь но я могу молиться да воскреснет Бог и все-таки физически заступиться за своего ближнего Виталий заступайся только не убивай еще раз говорю ты можешь палка взять по ногам и ноги перешибить ему тебе это разрешается ты защищаешься но не убивать не убей остается в силе если ты знаешь какие-то приемы там ну тебе дается возможность убежать убежать позвонить обратиться за помощью ударить там отскочить там что угодно ну и что ты шел ночью-то не ходи ночью и сам себя найди вину какую может ты идешь с чужой женщиной он тебя напал что вущит тебя домой гонит я понял а спаси Господь когда смотришь на все посерьезнее это ты видишь способов много вот я скажу так я иду меня останавливают с ножами с ножами я один остановили и в это время один еще подходит еще вы с ним разговариваете так так это вы на меня так это тот человек о котором я говорил который меня спасал проводить его домой это с доктором газа было такое со мной это было со мной я их растаскивал когда они на ножах дрались я его спас от тюрьмы не сказал кто воровал но они ворованное положили в вагон обратно заставил у меня две собаки было и они меня сопровождают у меня колокол 1774 года они мне колокол подарили принесли где-то нашли там вот так ты делай сей доброе семя всегда пожнешь что посеял тогда день жатвы придет неумедлит пожнешь что посеял тогда а рядом страшное поле не в рахве посеял там зло колющее опасной травой так густо оно заросло вот чтобы от нас это не было сказано Райхан что-то хотели спросить да колокол колокол побездействует Игнатий Тихонович что-то не подключено колокол конечно действует про него когда приезжает и даже в центральных журналах российских он дом русский по благословению патриарха выходит в журнал и журналист приехал и в этот колокол говорит я звонил ну-ка дай его он лежит наверху сейчас маленько подождите прям минутку одну разреши-ка вот так что тут у нас нет его что ли вот она вот она сейчас я так минуточку ну вы меня не видите тогда послушайте что тут написано видим мы вас сейчас что видишь что ли да ну откуда поди не видишь может не я там вот иди сюда кто-нибудь Володя прочитай вслух а я не вижу только фотография и все а я вижу так вот отсюда начни считать вот считай он считает журнал называется русский дом номер 3 2014 год это журнал благословенный для тех кто любит Россию на заголовке написано считай концовку этой статьи вот это да да считай у нас времени две минуты осталось сейчас давай ради того чтобы их написать освоил компьютер провел за ним 30 тысяч часов ну 38 томов я написал дальше в книгах даны ответы на 4124 вопроса которые ему задавали во время лекции в техническом университете в тюрьмах отдельно был издан великолепно оформленный цветами цветными иллюстрациями Густава Даре трехтомник Нового Завета закладочки цвета российского флага о комментарии Игнатия Лапкина эти книги были подарены В.В. Путину Дмитрию Анатольевичу Медведеву патриарху Кириллу за время поездки по стране распространили более 6 тонн книг за день газель преодолевала более тысячи километров сейчас будет о колоколе читай дальше Дальше ну концовку вот эту Потеряевке Лапкин показал мне старинный колокол дар от людей которого он спас от беды и даже дозволил мне несколько секунд побыть в роли звонаря звон у колокола мелодичный долгий и очень чистый ощущение что уплывающий в окрестные дали колокольный звон уносит все ненастоящее несвойственно человеку очищает душу вот так и братья Лапкины бьют во все колокола из своей Потеряевки словно созывают вернуться в потерянную нами Русь вот как видишь как Аллилуйя Ритунский все братья время вышло можно последний еще такой Игнатий Тихонович прошу пожалуйста давайте мы еще помолимся вот сейчас можно президент смски посылать звонить ему на прямую линию и надо срочно говорить об абортах когда это беззаконие прекратится ведь это реальное проклятие надвигается на Россию а сейчас есть возможность нам всем за это подвязаться спасти Господь слава Христу слава Христу помолимся застойно если права и стиху блаженит во народе цеплю соблаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего очистящую херовую И славничаю без сравнения с Серафим, Бедность средняя Бога Слова росшую, Учшую, Богородицу, Товарищарьям. На Тихонич, молитесь. Отец наш Небесный, Господь и Бог, Во имя Иисуса Христа, Спасителя нашего, Умершего за нас на Голговском кресте И воскресшего для нашего оправдания, Услышь и исполни наше желание, Чтобы Слово Твое звучало по всей стране, Обрати всем сердцем к себе начальствующих, Дай духовное рождение патриарху, Епископам, священникам и пастве. Приготовь эту землю к великим и страшным испытаниям За отступничество от Тебя. Научи нас молиться в Духе Святом, Быть верным Тебе во всем. Хвала Тебя, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Сына.